Ирина Дубшикова на больничном ложке субботы у травматолога ортопедичное отделение областной больницы ее привезли из Гомельского района. Кажа вышла с хаты на хвилинку в звычайных туфлях и первый крок привел до падения. Увы, никуда ягнос. Трехщикова точный перолом голенка ступневого сустава со зарушением отломков. На пероде долгая реабилитация. Гипс снимут празд два с половой месяцы. Я вообще никогда не думала, что с собой такое случится. Услышала даже хруст. Практически никого не было. Когда я уже стала кричать просить о помощи, наверняка люди стали где-то услышать и стали сбегаться. Вызвали своего местного фельдшера. Потом фельдшер вызвала скорую. По словам медиков, наибольшие частые и небеспечные травмы у людей сталого и пожилого взрослого. Першие пациенты с гололедными травмами начались вертаться два тыдни тому. Вывихи плячей, пероломы рук, ног и самое тяжкое – перолом шейки бедра. Только в областную больницу с таким диагнозом поступило восемь человек. Прыгытым, как правило, виноваты у своей беде сами люди и их бестурботность. Основное опасное положение складывается в конце ноября, в начале декабря. Поэтому нужно быть осторожным. Должна быть удобная обувь. Каблук не выше 3-4 сантиметров. Подошва должна быть широкой основой. Должен быть четкий рельефный рисунок для того, чтобы было сцепление с поверхностью земли. И всегда нужно помнить, что осторожно нужно ходить в такое время года. Особенно лицам пожилого возраста. Это с подручными средствами. То есть это обязательно трость. С надыходом гололедницы в травмпунктах областного центра колькость пациентов увеличивалась прикладно на четверть. Усяго за два тыдни за допомогой звернулось больше 80 человек. В 12 выпадках потребовалось терминовое оперативное вмешательство. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадиокомпания «Гомель».